здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор нового фильма который вышел недавно называется бэкхэм очень рекомендую к просмотру я его посмотрела и хочу дать небольшой обзор на этот фильм посмотрим на невербальные сигналы тела а самое главное давайте по одному сюжету который мне больше всех понравился я думаю что вам тоже этот сюжет показался самым интересным и забавным из всего этого четырехчасового фильма вот с викторией и самое главное этот сюжет очень показателен для того чтобы мы понимали какая атмосфера царит в этой семье давайте посмотрим мы были родом из работящих семей но мы видим что говорит и качает головой нет и это говорит о том что где-то что-то тут зарыто и дэвид нам поможет разобраться в чем проблема дети ли трудились не покладая рук мы представители такая вся в образе такая вся просто представительница трудового класса но мы прекрасно знаем ее биографию да давайте до рабочего класса говори честно и я так и делая я и так честно на какой машине тебя в школу возили вот подставщик вообще честно говоря я бы здесь взорвалась девчонки я не знаю вот напишите в комментариях вы бы выдержали вот этот троллинг со стороны мужа я бы уже ему высказала потом бы заставила удалить эту запись но вообще просто браво оставить это и чтобы это все вошло в этот фильм это это просто самый классный момент как мне показалось она не хочет отвечать прямо и это понятно потому что прямо она нам в конце ответит и мы поймем в чем там где тут собака зарыта но тем не менее давайте смотреть мой отец просто ответь что за машина тут просто не ответишь на какой машине папа возил тебя в школу когда как вот кстати вот если вы хотите выяснить правду и вы понимаете что перед вами как-то выкручиваются и переводят разговор например вот она сказала то здесь так просто не ответишь да и как бы а если бы он не был таким дотошным да он дотошная птичка мозгофлюйка я вам в конце это покажу обязательно так вот а если бы он не был таким дотошным мы так бы не узнали правду да поэтому если вы хотите чтобы правда все таки перед вами открывалась то будьте вот такими дотошными это очень важно а теперь смотрите а вот он задает вопрос она замирает челюсть опускает вниз это подавленность облизывает губы это ищет решение да кстати вот облизывание губ это проверка пространство вот как сказать это проверка информационной составляющей пространства которое вы можете что называется потрогать на вкус попробовать на вкус да вот поэтому люди облизывают губы для того чтобы свериться с ситуацией особенно часто они облизывают губы когда им что-то интересно для того чтобы двигаться вперед когда тебе что-то интересно или оставаться в какой-то ну в каком-то месте но это место вы чувствуете что меняется вот как в данном случае получается ситуация меняется она была такая вся в образе и тут пришел раздражитель в виде ее мужа и начал ее подставлять поэтому вот это вот облизывание губ здесь говорит о том что она пытается хоть за соломинку ухватиться что называется да вот облизывание губ это попытка за что-то схватиться что-то попробовать на вкус и как-то удержаться вот в этой привычной среде понимаете к чем в чем фишка облизывание губ это не всегда реакция на конфетку это всегда реакция на то что либо ты хочешь немножечко улучшить свою свое окружение да вот ты сейчас находишься в одном в этом месте да но тебе хочется ну например что-то себе взять да и вот или увидел что вот чуть дальше если пройти то там будет лучше стоит ну находиться до или там еще что что-то это в этом случае мы можем облизывать губы но мы можем облизывать губы в том случае если то место где мы находимся вдруг перестала соответствовать нашему удобству да и мы облизываем губы для того чтобы найти какое-то место более безопасное что ли да и вот в данном случае вот это облизывание губ объясняется именно попыткой найти более безопасное место нет смотрите вот и и замедленный жест видите как на 80 и лошадь был ролл-с-ройс спасибо ну вот просто подставил ее по полной программе смотрите как ведет себя человек который с одной стороны не ответил до сдержала себя да и что опять таки говорит о том что это привычная ситуация даже если эта ситуация сама по себе непривычная но не отвечать мужу это для нее привычно и здесь вот я не знаю девочки напишите вы в комментариях как вы считаете это правильно или неправильно как по мне мне вот такое поведение нравится когда действительно он ее конкретно подставил я бы так не смогла уровень выдержки просто бог понимаете вот пасра вот для меня лично это уровень выдержки очень высокий но смотрите как она себя чувствует мы видим что она очень сильно подавлена что об этом говорит во первых она застыла с предыдущей эмоции она не знает какую эмоцию надо показать потому что она сейчас в ситуации ну она летит в пропасть да вот с точки зрения эго просто ее эго сейчас разрушили она так красиво забралась на пьедестал какого-то определенного образа и он сейчас на виду камер просто взял ее и сбросил с этого пьедестала понимаете это очень но такой конкретный наезд извиняюсь за такие такие выражения но она держит удар понимаете она держит вот эту ситуацию даже невзирая на то что ее эго сейчас просто бунтует явно вот ну то есть она не собралась сразу для нее эта ситуация вот сама по себе вот такая ситуация непривычно ну да действительно выдержала она там не ответить мужу но вот конечно ситуация аховая да и смотрите застыла с предыдущей эмоции челюсть опустила вниз это подавленность и опять начинает облизывать губы искать место искать где и конф комфортнее вот эта ситуация оказалась очень некомфортно для нее и ну вот сейчас перед нами растерявшийся человек и я просто аплодирую стоя и и выдержки она просто умничка она так и не ответила либо ответила но это вырезали я я допускаю что потом там обрезана съемка да и вот потом ему досталось я все-таки думаю что так произошло но но перед камерой умничка просто браво смотрите ее жесты да то есть перед нами человек крайне растерянный потерянный и вот как то так это это вообще недоумение вызывает да но с другой стороны это был самый интересный момент в этом интервью и действительно но как бы в образ она вошла он ее на так и лихо сбросил из этого образа ну вот вот так вот так вот они и жили что называется не в целом в целом мне они очень понравились вот и вот за этот и вот за этот момент особенно понимаете вот как будто мы почувствовали вот благодаря этому моменту мы как будто почувствовали атмосферу царящуюся царящую в их семье и мне эта атмосфера честно говоря очень понравилось адам но были конечно же интересные жесты и интересные моменты и другие фильм как-никак больше четырех часов так что если есть время смотрите обязательно если нет времени все равно посмотрите хоть одним глазиком да вот еще один жест хочу вам показать который тоже вы можете встретить в своей обычной жизни да и вот чтобы понимать что он обозначает вот смотрите знаете как говорят в армии для футбола нужны стальные можете не стесняться да нужны стальные яйца видите вот эта пауза в армии для футбола но сначала прежде чем сказать говорит о том что он понимает что это не совсем приличное выражение да но смотрите куда потянулась его рука а именно к вискам в виски это оперативная память это те слова которые мы используем всегда в обычном своем лексиконе это те слова которые ну как знаете плотник берет собой топор учитель берет собой там портфель с нужными какими-то вещами да так вот и в данном случае это слово которое вот как портфель для учителя да это слово всегда при нем это слово из оперативной информации из оперативной памяти вот представьте оперативная pamięти у компьютера это то что мы скопировали вставили да вот это вот в буфере обмена и то и есть оперативная память то есть вот то что мы всегда используем да то что у нас всегда на слуху и вот вот это выражение по сути он просто ну вот в обычном выражении называется снять с языка то есть вот эти фразы которыми мы пользуемся повсеместно вот у каждого человека есть этот набор минимальных фраз как у элочки людоедочки для того чтобы выражать свои эмоции свои какие-то действия да мы каждый из нас обладает вот таким вот багажом слов да и когда человек прежде чем сказать вот сюда идет значит он этим вот именно этим словом пользуется часто это как на рабочем столе у тебя есть все что тебе нужно для работы да потом заканчивается рабочий день ты со стола все убираешь так вот вот это слово это вот с рабочего стола твоего которым ты пользуешься и который всегда под рукой и поэтому ну вот то что он так засмущался да он понимает что это не совсем может быть приличное слово да но тем не менее это очень четко выражающее слово в данном случае его мысли ход мыслей и ну что называется вот если вы увидите что когда человек с вами общается он вот так вот здесь вот трет это значит что у него информация рядом просто он хочет там какую-то маленькую деталь найти вот если он трет вот здесь то здесь проблема например здесь он пытается что-то найти какой-то какую-то новую комбинацию создать да тут уже глубже все а вот это вот это все на поверхности понимаете на так что имейте это в виду и пользуйтесь на здоровье а теперь что касается хейта но тут конечно очень интересная история давайте смотреть о чем вы блин так трепетесь долго что ты отвечал да не знаю просто а ты что никогда никогда так не делал на зря отношения с девушкой нет вот смотрите как он легко сначала говорит вот о виктории да вот о том как они начинали видите какое расслабленное лицо это я вам специально для контраста поставила сейчас паузу большую делать не буду смотрите дальше все полетело под откос я шел по улице и видел сколько ненависти в глазах у прохожих в меня плевали меня обзывали унижали говорили всякие гадости в общем мне пришлось очень нелегко крайне да это конечно очень страшная история в их жизни когда сначала все его очень любили а потом из-за красной карточки там недоразумение получилось причем там даже показывают того игрока с которым это все получилось и этот игрок говорит да не виноват был бэкхэм это так просто сложилось но вот из-за этой маленькой оплошности которая произошла его возненавидела вся англия это просто было чудовищно как вот это все происходило но самое главное что мы здесь смотрим это его реакции да мы видим что когда он рассказывает о заре отношений с викторией он весь светится изнутри что называется а здесь он с трудом подбирает слова он зажат и так далее большие паузы между словами тело лицо напряжены жесты с усилием делает челюсть очень низко печаль сжат это я вам все показываю для того чтобы сейчас мы с вами ответили на один самый главный вопрос этого фильма который в общем то я думаю что у многих из вас возник давайте смотреть и я не могу себе этого простить больше всего ранило именно это но почему ты винил себя так это же я ошибся расскажешь предысторию в таблоидах появились всякие статейки как тебе удалось с этим справиться газеты печатали омерзительные статьи до которых нелегко было и смотрите как интересно он отвечает на вопрос об измене вот здесь тоже уже сразу что называется много спрятано но то что вы обратили надеюсь внимание на титры которые здесь и везде вот сейчас висит и вот это вот эмоция вина вот все что он говорил сейчас это он говорил с эмоции вины можете потом еще раз пересмотреть и сейчас по факту измены он говорит с виной то есть это он испытывает вину за то что ну вину мы когда испытываем когда мы виноваты да поэтому он чувствует что он виноват это первое второе смотрите как много факторов показывающих на то что он действительно ну вот этот факт имел место быть во первых он уходит от факта измены он говорит в газетах печатали до перекладывает ответственность на газеты он всячески уходит от этого факта только тот человек который чувствует вину который не хочет чтобы об этом говорили чтобы это ворошили он будет уводить вас от этого факта человек который невиновен в каком-то факте он наоборот будет вас вести к этому факту расковырь quartier его и говорить но посмотри вот здесь же этот факт говорит в мою пользу вот этот факт говорит мою пользу почему ты этому веришь вот так будет вести себя невиновный человек адиновный будет уходить потому что здесь он чувствует свою бину дальше омерзительные статьи он обобщает это обобщение вместо того чтобы разобраться в этой ситуации он уводит в эти омерзительные статьи и обобщает их но посмотрите какие они плохие да это он пытается нас привлечь к тому что мы чтобы мы осуждали это это опять факт того что он уводит нас от факта на мне было тяжело это читать и уводит от себя подальше то есть я как бы со стороны я сторонний наблюдатель есть факт есть статьи а я как бы эти статьи читаю и мне неприятно их читать но к кому приятно извините факте если вот есть у тебя какие-то аргументы тогда приводи факты если нет никаких аргументов то в любом случае если ты невиновен нельзя уходить от этого факта в нем надо ковыряться надо показывать что тебе не страшно в этом разуме разбираться потому что тебе нечего скрывать и только вот обманщик он не может в это все окунуться потому что он понимает что здесь его еще боль он еще больше себя закопает поэтому вот такое поведение и по этому поведению мы сразу можем вводить людей на чистую воду то есть понятно да нравится мы с викторией впервые за весь наш брак оказались под столь сильным давлением и смотрите мы с викторией и это говорит о том что она его простила да и сейчас вот уже спустя это время он ну видимо вот вот это вот факт того что было да да это было но мы все равно с викторией и он цепляется за другие как возможности выплыть да за другие возможности зацепиться и не утонуть да вот в этой вот и истории да он хватается за другой буйок хотя на самом деле если бы этого не было то друг самым лучшим спасением было бы расковырять вот это все и доказать свою правоту но естественно так как там правоты нет поэтому он ищет другие возможности скажем так реабилитации да но то что мы с викторией это очень хороший знак да да то есть да это это было это признано всеми сторонами я бы не хотел об этом говорить но мы с викторией вместе вот что в принципе понятно из этого фрагмента но самое главное все таки факт измены точно был и это подтверждает нам главный герой на поэтому вот такая вот история теперь давайте посмотрим еще один факт который действительно нам подсказывает что вот обман все таки был в конце он сказал ты больше не будешь играть за реал и я ему что простите и смотрите какое прекрасное удивление смотрите как брови поднимают такое замешательство пауза то есть вот оно удивление да вот оно удивление по поводу факта который и причем обратите внимание это же не сейчас ему оператор сказал и он удивился это пересказ той ситуации и даже в пересказе у человека всегда присутствуют эмоции того что он пережил вот это очень важный показатель когда вот мы делаем анализы интервью или там еще что-то и человек пересказывая он передает и эмоции тоже и по этим эмоциям у нас есть прекрасная возможность разбираться что на самом деле было понимаете вот вот замедленной съемки сейчас и сейчас мы увидим реакцию реакцию на то что на самом деле было и он прекрасно знал знает и будет знать появились всякие статейки как тебе удалось с этим справиться газеты печатали видите нет абсолютно никакого удивления вот в этом случае должно было быть удивление если бы он был невиновен а здесь чисто вина поэтому здесь вот точки над и у героя расставлены а то что вот кто-то сомневается в этом пожалуйста не сомневайтесь это действительно было но должна сказать вот все-таки в поддержку вообще этой пары и это просто потрясающие отношения но давайте наблюдать вот здесь я немножечко все-таки включила астрологии потому что но без нее никак потому что герои сами говорят те факты которые видны в натальных картах вернее натальную карту удалось поставить построить только по нему потому что есть время рождения в интернете по виктории к сожалению времени рождения я не нашла если вы найдете подскажите я может под поточнее посмотрю но давайте посмотрим вот все а и их показатели да сначала послушаем что они сказали и найдем подтверждение этих слов в натальных картах когда впервые с ней заговорил я просто втюрился да 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 это это действительно так и здесь они совершенно не врут понимаете это вот люблю я наблюдать за людьми когда у них все хорошо вот действительно хорошо обратите внимание это их синастрия это внутри находится вот по внутреннему кругу планеты дэвида а по внешнему виктория да и что мы здесь видим здесь целая куча того что действительно подтверждают что эти люди при встрече у них не было другого шанса как не влюбиться а ну для начала смотрите вот соединение ее меркурий и его юпитер а это взаимное вдохновение это знаете умение направить друг друга туда куда надо меркурий это интеллект юпитер это социум и получается они вместе друг друга направляют она познает свой высший разум через него понимаете вот 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 такое соединение дальше второе соединение его лилит с ее юпитером и венерой а смотрите вот его лилит а вот здесь венера и юпитер то есть получается что по юпитеру и он зацеплен и она значит по любому в социуме они должны быть вместе да это какой-то совместная деятельность или что-то но по социуму они точно вместе дальше значит смотрите вот это соединение причем сразу с двумя планетами лилит вообще это как раз про эти истории когда люди ну не знаю верите в прошлой жизни или нет но я думаю что все таки это правда да что бывают другие жизни да и в прошлых жизнях мы все встречались те люди которые вам встречаются в жизни они как правило из прошлой жизни к нам пришли мы не дни доработали какие-то задачи и в этой жизни мы эти задачи дорабатываем так вот лилит это ну как черная дыра до черная дыра всех всего всех планет да вот самое темное место на небе это и есть место лилит это наши тайные страхи это наши вот то что мы скрываем пороки какие-то и так далее и получается когда по лилит зацепка на планеты человека дату это значит что этот человек который пришел со своими планетами и цепляет мой лилит это значит он мне должен по прошлым жизням и чем больше планет ты цепляешь на свой лилит тем больше человек цепляется на тебя получается что он как бы твоим рабом становится в этой жизни потому что в прошлой жизни он тебе задолжал видимо в прошлой жизни ты ему много давал ну и соответственно смотрите у дэвида лилит а на него цепляются вот эти две планеты до юпитер и венера причем смотрите венера если на лилит цепляется то это вообще просто вот влюблена как кошка вот вот по другому я не называю этого вот она венера это то чего я хочу и тут бах и вот этот лилит он втягивает в себя любую планету он знаете такой вакуум который вот если он планета попалась то он ее втянет и и заставит служить себе понимает ну это это я так вот понимаю эти взаимоотношения между планетами да и получается что здесь у нас она влюблена как кошка считает его просто высшим разумом супер человеком и по социуму вот это как свет в оконце это полно мужчин дано на планете земля ну вот этот единственный понимаете то есть получается что здесь с ее стороны просто любовь вот морковь да дальше а секстиль его солнце и ее кто венера так венера ой ну это вообще любовь с первого взгляда это один из мощных мощнейших показателей того что у людей вот все сложится понимаете это свет в оконце они друг для друга свет в оконце понимаете это прям конкретное сочетание дальше тригон ее сатурн ее так подождите а ее сатурн его уран значит что его оригинальные какие-то выходки вот ее сатурн вот его уран а его оригинальные выходки ей она их структурирует да при придает им какую-то форму он ей дает какой-то свежий воздух вот с помощью своего урана то есть получил он ее сатурну вот этому квадратному да дает все ну как свежий воздух вдохновение да вот вот здесь тоже она его дисциплинирует он учит ее спонтанности да то есть вот и здесь тоже соединение но просто прекрасно и я действительно верю что встретившись они в тюрились просто как сумасшедшие на но знаете вот интересно его отношение к славе да и его в натальной карте там очень интересная такая ситуация давайте проанализируем тебе нравится когда все кругом пялятся еще как нравится да ну конечно смотрите как легко он улыбается искренне признается ну по сути в тщеславии да но как он по-детски это все на это все смотрит вообще просто потрясающе идешь ты такой по улице или на тебя смотрит какой-нибудь пацан все кругом узырят приятно ничего не скажешь да вообще просто вот искренность зашкаливает я я я в восторге я смотрю и балдею но давайте посмотрим вот он он любит славу да но смотрите тут очень важный показатель любить славу это можно ее любить по-разному кто-то за эту славу ну вот по костям пойдет а кому-то это просто кайфово да вот так по-детски кайфово радостно да вот быть полезным полезным вот по сути он сейчас рассказал историю как мальчишка какой-то смотрит влюбленными глазами он же наверняка мальчишку и мальчишки хотя бы подмигнул да и сделал день ребенку да поэтому он относится к этому как к инструменту порадовать окружающих понимаете он даже историю рассказал про то как он радует мальчишку до которые под его увидел и смотрит на него такими глазами это очень показательно потому что по-другому ему нельзя со славой обращаться по-другому ему нельзя себя вести обратите внимание у него солнце находится в двенадцатом доме причем не только солнце но еще юпитер и меркурий это значит что ему важно быть скромным и всю свою славу направлять именно вот на такие вот глупые такие вот местечковые какие-то ситуации да когда там мальчишки улыбнулся еще что то здесь ну то есть вот на славу он смотрит вот именно так под таким ракурсом что ты можешь сделать людям больше радостного тем что ты известный да то есть вот по сути вот эта вот история она очень показательно и очень хорошо описывает именно дом вернее солнце в двенадцатом доме и ну на самом деле с таким положением вот когда солнце в двенадцатом доме человеку очень сложно быть звездой а и вот здесь вот как раз очень четко вписывается та история с красной карточкой когда у него там но его просто тупо отменили понимаете его возненавидела вся англия за малейшую оплошность и он это пережил и он это надеюсь он не озлобился да и вот это вот прям четко указывает что видимо где-то вот это солнышко до в двенадцатом доме ему очень важно чтобы вот все что к нему приходит в виде славы он должен раздавать людям если вот солнышко в двенадцатом доме то вот его задача именно служить людям и вот это вот его слова и смотрите как получается видимо в какой-то момент там он возомнил как-то вознесся вот он даже рассказывает ту ситуацию до что слишком он как-то зазвездился что ли или как-то вот он себя повел потом он себя судил за это неправильно во многом и он неправильно себя повел во многом и обстоятельства так сложились но вот это солнышко в двенадцатом доме вот если бы не было солнце в двенадцатом доме то не было бы этой ситуации вот к чему я говорю вот так вот поэтому очень показательно вот с точки зрения астрологии да и тут еще много всего можно накопать но знаете еще интересный момент хочу вам показать вот просто птичку мозгоклюйка помните я вам сказала что он просто птичка мозгоклюйка сейчас мы с вами разберемся люблю порядок тут у меня джинсы брюки кто-то здесь лазил кто-то лазил на однозначно обалдеть да но это что он действительно птичка мозгоклюйка они вот это вот супер-пупер звезда вообще супер-пупер звезду ему надо быть осторожно а вообще знаете вот удивительно но передо мной карта не ловеласа какого-то и супер-пупер звезды а знаете такого домашнего стабильного мужчины смотрите что интересно асцендент у него в тельце а луна в десятом доме ну вот можно сказать в зените у него луна то есть телец это домашний такой знак который стабильный который семейный ну семейный такой человек да вот то есть это то как он себя позиционирует вот он входит в помещение как он входит его воспринимают как главу семейства не как какую-то звезду а он ходит ну вот как он воспринимается как стабильный устойчивый человек да на дальше луна в зените это значит что эмоции для него важнее всего в зените это да еще и в козероге этот зенит находится mc получается что статус складывается его статус его достижения в жизни складывается из эмоциональной сферы понимаете то есть мы все его запомним как семьянина в первую очередь смотрите как интересно луна в козероге а сатурн управитель козерога находится в раке управитель луна то есть получается вот это вот взаимодействие двух вот этих энергий да что ну тоже опять таки поддерживает что стабильность эмоции для него очень важны да получается вот это вот сфера очень взаимосвязаны а дальше так 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 венера в шахте и на куспиде 2 дома человек всегда будет при деньгах но вот он не до конца понимает чего хочет может быть да вот вот это вот по луне что по венере ну получается пристрастия не очень понятны да дальше меркурий куспид первого дома а асцендент телец луна в зените узел седьмой дом а узел находится в седьмом доме то есть его предназначение в партнерстве семейных отношениях то есть получается вот все указывает на то что перед нами человек с семейными ценностями в первую очередь то есть этот человек у которого на лбу просто выграве на выграве ровали семья вот это главное его достижение олицетворяет семью дом стабильные отношения и для него очень важен порядок в доме это залог спокойствия но и знаете я залезла еще немножечко глубже в отношения с викторией и знаете вот мы же видим здесь красные линии да и что это значит это возможные конфликты из-за чего у людей могут быть конфликты это прям четко видно по натальным картам и если вы хотите разобраться в своих отношениях приходите на консультацию я с удовольствием вам это покажу но давайте разберемся из-за чего вообще какие конфликты в этой семье возможны но для начала смотрим по позиция пози оппозиция это когда планеты дерутся вот не на жизнь а на смерть и они вот просто и либо я либо ты останешься в живых да то есть это прям такая конкретная вражда и это вражда между венерой и узлом венера его узел ее то есть ее предназначение помните что она была участницей группы spice girls да но потом она стала заниматься семьей и больше она не поет да но она же все-таки певица да но видите получается его любовь в оппозиции с ее предназначением то есть либо занимайся дальше своим предназначением то есть песнями либо люби меня и видите виктория выбрала да вот это могло бы стать их конфликтом но вид виктория выбрала семью да и я думаю что не пожалела хотя такой такой стебаж вообще переживает чем умничка я я просто знаете вот на них посмотрела и нужно прям полюбила их вот честно говоря да а так вот все таки получается и у них в союзе вот это но пришлось виктории сделать выбор да а второй момент который как я думаю что и сейчас он действует и вот эта вот история с изменой и так далее смотрите квадрат его лилит и и нептун вот его лилит он же не только цепляет вот эти две планеты он еще и в квадрате с ее нептуном о чем вернее так подожди с ее нептуном вот ее нептун вот этот а нептуны нептуны и вот эти две планеты Нептун, Плутон, вернее, три планеты, Нептун, Плутон и Уран, они очень медленно идут по небу, поэтому, когда у людей, они, например, родились в один год, то у них соединены эти три трансурановых планеты обычно, потому что эта планета там проходит совсем немножечко, там буквально градус-два за целый год, понимаете, поэтому вот эти планеты, они соединены, они очень медленно движутся по гороскопу и, соответственно, вот такое соединение возможно, поэтому, а так как они родились, она в 74-м, он в 75-м, вот такая вот история, так вот, смотрите, получается, квадрат его Лилит, ее Нептун, это говорит о том, что, так, подождите, квадрат ее Венера, его Нептун, а, тут обоюдный квадрат, смотрите, ее Венера сначала, да, вот ее Венера, его Нептун, вот Нептуны, как я уже сказала, соединены, потому что они погодки, так вот, значит, ее Венера, его Нептун, это значит, что он может ее обманывать, но она будет все равно слепо любить, и дальше, его Лилит, ее Нептун, вот, получается, вот этот Лилит, вот Нептун, да, это говорит о том, что она предана просто до бесконечности, сама рада обманываться, сама ему помогает даже в этом, это, знаете, такой уровень связи, как телепатия, вот они чувствуют мысли друг друга, это просто, знаете, божественная связь, если по Нептуну, это значит, вот прям любовь, это, это, любовь в кубе, в квадрате, в абсолюте, причем это соединено с его Лилит, то есть это, она пришла в этот мир для того, чтобы отдать ему то, что задолжала в прошлой жизни, понимаете, ну, вот такие отношения, и что поделаешь, в общем-то, мы все друг другу что-то должны, мы не просто так встречаемся, но если разобраться, то и он ее тоже, здесь получается, вот я все зацепила на его Лилит, да, действительно, его Лилит цепляет больше планет, но посмотрите, ее Лилит тоже его Луну, а его Луна здесь по времени, все правильно, и находится рядышком, то есть его эмоции идут к ее Лилит, здесь у них обоюдка, встретились просто вот для того, чтобы отдать друг другу долги, поэтому, ну, что, я была, знаете, мне было приятно окунуться в эту атмосферу их семьи, потому что, действительно, я видела, что эти отношения наполнены любовью, даже то, что между ними была измена, и может быть не одна, но все равно, вот знаете, любовь все превозмогает, и вот здесь вот тут действительно показатель того, как люди, они же и известные, и богатые, и все у них, можно сказать, в руках, но они остались людьми, и не было каких-то неприятных моментов при просмотре, мне прям все очень понравилось, поэтому я надеюсь, что вам тоже понравилось, напишите свое мнение, как вам понравился этот фильм, если вы его посмотрите, ну, и вообще свое мнение по поводу разбора, и я не знаю, может, я сегодня недостаточно зубасто себя вела, но здесь действительно не к чему придираться, то, что я нашла, это действительно правда, а все остальное, ну, как бы, это их право, это их семья, и не хочется, не хочется в это все влезать вот под негативным каким-то, с негативным настроением, хочется вот это все как-то вот, чтобы все сохранялось и радовало нас и дальше, чтобы их семья дальше вот была образцом веры, надежды, любви и так далее, поэтому я очень рада за ребят, и, ну, в общем, вот так вот, жду ваши комментарии, спасибо за внимание, люблю вас всех очень сильно, до новых встреч, пока-пока, и пишите, что, кого вы еще хотите разобрать, в любом комментарии, под любым видео, как только выходит интересное интервью, кстати, пишите мне, пожалуйста, об этом, в любых вообще, вот, заходите на канал, и под любым, желательно, последним видео, пишите комментарии, мне это очень важно, я уже по вашим комментариям смотрю, что мне посмотреть, поэтому, до новых встреч, пока-пока!